Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. Руководитель организации, строивший взлетно-посадочную полосу Уральского аэропорта, заявил, что ему не заплатили за работу. Батар Эрмикбаев утверждает, что долг составляет почти 9 миллионов тенге. Представители генерального подрядчика компании «Кодорстрой» заявляют, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Индивидуальный предприниматель заявил, что выплаты положенных денег он добивается уже полгода. В апреле 2015 года его фирма в качестве субподрядчика рыла траншеи, прокладывала кабель, обеспечивала автотранспортом подрядную организацию. Сейчас бизнесмен уверен, что при строительстве были использованы серые схемы. Подписав договор в конце марта и до сегодняшнего дня, мы не получили ни одного заработной платы. Хотя акты выполненных работ и счет фактуры подписаны. Сколько сумма? Сумма 8 миллионов 935 тысяч. Это на август месяц. Сколько человек работало? В частности, в моем ИП работало 5 человек. Генеральным заказчиком является «Кадрстрой». «Кадрстрой» берет субподрядчики ДСП, дорожно-строительные предприятия города Тюмень. Тюмень, в свою очередь, берет субподрядчики еще одного субподрядчика ООО филиал СИП «Строймонтаж», город Москва. Но, по моим данным, этих фирмы сейчас нет. Не существует. В областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, куда мы обратились за комментариями, ответили, что это дело хозяйствующих субъектов, и предприниматель вправе обращаться в суд. В самом «Кадрстрой», который является генеральным подрядчиком, в письменном виде признают перед предпринимателем долг в сумме 358 тысяч тенге. Может, не приходит? Хочет заявление, пишет, жалуется, не приходит. Договор с кем-то закручиваем. Чем правильно заключил договор, приходит шумитель. Милиции ему объяснили, они положили, уговор сделали. Они заявление обещали, следовали, показали, посчитали. Смеху понесли, показали ему. Пускай разберется с этим, посчитай. Учитать не умеет. Стоит отметить, что работы по ремонту взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки на сумму 6,3 миллиардов тенге были финансированы из государственного бюджета. На днях комиссия приняла проделанную работу. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске обсудили становление независимой судебной системы Казахстана. Международная научно-практическая конференция прошла в зале Дворца бракосочетания. Мероприятие посвятили 15-летию Конституционного закона Республики Казахстан. В нем приняли участие представители судейского корпуса Западно-Казахстанской области, правоохранительных органов власти Акимата, а также служители Фемиды России и Белоруссии. Все подробности в сюжете. Судебная система – это одна из главных составляющих основ государства, один из рычагов демократического развития страны на пути социальной, экономической и политической модернизации. Сильная и независимая судебная власть является одной из принципиальных гарантий гармоничного взаимодействия государства и гражданского общества. Главным инструментом защиты конституционных прав граждан. В целях реализации «100 шагов» уже парламентом Республики Казахстан принято порядка 80 законопроектов. В том числе был принят закон о высшем судебном совете Республики Казахстан и были внесены дополнения и изменения в конституционный закон о судах и статус судей. Где были предусмотрены серьезные изменения в части подбора кадров на судейские должности. Теперь, согласно закону, который вступит в силу с 1 января нового года, требования к кандидатам в суде будут изменены в части наличия юридического стажеработы. Он должен быть не менее пяти лет. Возрастной ценз, который изначально было предложено повысить, остался на прежнем уровне. Это 25 лет. Представители судов с Российской Федерации отметили, что судебная система Казахстана непременно развивается. Мы были приятно удивлены рядом новаторских инициатив, которые на сегодняшний день имеют место быть в судебной системе, в судопроизводстве Республики Казахстана. Нам очень симпатично то, что все процессы пишутся на видеозапись. Нам очень отрадно было услышать вот эти новаторские предложения, которые позволяют упростить процедуру фиксации показаний свидетелей, очевидцев, участников процесса. Приглашение поучаствовать в данной конференции гости из соседней России приняли на ура. Каждый хотел обменяться опытом и услышать о всех новшествах, которые созданы в судебной системе Республики Казахстан. Я вчера приехал в Республику Казахстан, уже побывал в одном из районных судов и увидел для себя новое. И у меня есть желание более подробно пообщаться с коллегами для того, чтобы вот это новое, как сказать, попытаться внедрить в судах Оренбургской области. Есть чему учиться у казахстанских коллег. На сегодняшний день в области трудятся 111 судей, из них 17 на уровне областного суда. В год по Западно-Казахстанской области рассматривается более 50 тысяч уголовных, гражданских и административных дел. По Республике эта цифра составляет свыше 1 миллиона. Как отметили на конференции, это говорит лишь о том, что доверие народа к судебной власти только увеличивается. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В городском Акимате прошло заседание, посвященное теме борьбы с экстремизмом и терроризмом. В настоящее время все большее количество людей интересуется религией. Активный интерес проявляет и молодежь. Неверное истолкование религии и нетрадиционные деструктивные течения в данный момент беспокоят весь мир. И последние события тому подтверждения. Вербовка молодежи стала новой задачей для террористов. Исключением не стали и жители Запада Казахстанской области. Совсем недавно молодая мать увезла свою дочь в Сирию. По каким мотивам и с какой целью, пока неизвестно. В первую очередь Аллах велел делать добро. В настоящее время мы видим, что молодежь стала более грамотной. И та работа, которую мы проводим, дает свои плоды. Да, мы признаем, что есть люди, которые уехали за границу и попали под влияние экстремистов. В том числе молодая мать с дочкой, которая совсем недавно уехала в Сирию. Главная проблема – это интернет, где каждый день появляются тысячи роликов с экстремистским уклоном. И именно в этой отрасли мы считаем, что нужно вести более плодотворную работу. В Западоказахстанской области в этом году выделили порядка 120 миллионов тенге в качестве субсидий на финансирование социальных пригородных поездов. Железнодорожное сообщение гораздо дешевле автобусного. И этими поездами в основном пользуются сельчане, студенты и пенсионеры. У нас в области два социально значимых маршрута есть, пригородных поездов. Это Уральско-Азинск и Уральско-Ченгеллау. В этом году для их субсидиума за бюджет выделено было 120 миллионов тенге. Эти деньги тоже практически объем освоен. В Уральске продавали корейские салаты с многочисленными бактериями. Это удалось выявить благодаря контрольному закупу в рамках мониторинга безопасности пищевой продукции. Специалисты санэпидемстанции предупреждают, при покупке салатов нужно быть особо внимательными, а иначе можно угодить на больничную койку. В рыбном хе, фунчозе, ашлямфу у нас были несоответствия. То есть здесь были обнаружены плесени, превышение которого идет нормированного показателя, и также превышение количества мезофидно-анайронных оконтативных микроорганизмов. По данному факту у нас были выданы предписания субъектам предпринимать недопущение и снять с реализации несоответствующих пищевых продуктов. ТО «ПСП Серик» ежегодно устраивает новогоднюю елку для детей своих сотрудников. В компании стало доброй традицией дарить в этот день малышам подарки и искрометное шоу. Сказочные герои во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой сделали утренник поистине незабываемым. Дети с интересом следят за героями сказок и мультфильмов, которые разыгрывают новогоднее представление. В современном быстро меняющемся мире появляются новые персонажи. Человек-паук соседствует с волшебной феей. Сотрудники ТО «ПСП Серик» и их дети и внуки к празднику подготовились основательно. Деду Морозу ничего не оставалось делать, как дарить малышам подарки и говорить слова благодарности. Мы уже третий год подряд приходим на эту елку. Нам здесь очень нравится, очень хороший, веселый праздник для детей здесь устраивает. Поздравляю вас с наступающим Новым годом всем. Очень весело, очень интересно. Нам очень понравилось. В связи с этим еще хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, процветание вашему каналу и всем-всем-всем здоровья и всего самого хорошего. Хороводы вокруг праздничной елки, конкурсы и веселые розыгрыши. Без этого трудно представить любой Новый год. Родители подошли к празднику с душой. Каждый ребенок здесь представил в великолепном образе. Фантазии с сотрудником компании не откажешь. Снежок изрезан лыжем, как мягкий куча сук. И ловит кошка рыжая и веселый белый мух. Закусился хоровод. Бьются песни зонка. Это значит Новый год. Это значит елка. В завершении праздничного веселья все участники... Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова